Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Павел Юрьевич Губарев, общественный деятель, лидер русской весны. Павел Юрьевич, но коль вы были с первых дней на киевском направлении. Скажите, пожалуйста, почему не получилось, как это вот мемом уже стало «Киев за три дня» и вот что было там в первые дни войны, почему потом ушли из-под Киева, из-под Чернигова? Причиной тому является неверная оценка сил противника, который за эти восемь лет изрядно поднатаскался, и это была не та армия, которую мы били в 2014 году. А, прошу прощения, перебью, что значит разведка или какая-то агентурная сеть не отработала этих задач, как вы думаете? К сожалению, с этим проблемы до сих пор. То есть начальство высокое, оно желает находиться вот в своем комфортном гомеостазе и не желает получать никакую другую информацию, которая имеет негативную окраску. Ни один начальник не хочет слышать, что он дурак, читая как бы правдивые, правдивые сводки, ничего другого почувствовать не получится. И поэтому это мешает с объективизацией информации. И мы, к сожалению, здесь еще не все преодолели барьеры. Вот, но я думаю, что медленно, но уверенно должно все наладиться, иначе мы проиграем. Почему ушли из-под Киева? Силы, которые были введены на территорию Киевской области, это около 20-25 тысяч личного состава, недостаточно для того, чтобы всерьез рассматривать занятие такой агломерации большой, как Киев. Это почти 4 миллиона человек. Поэтому передовые подразделения завязали десантники, там вступили в бой, по суше подошли под крепление, но всего этого оказалось недостаточно. Оснащение оставляло желать лучшего, связи не было. Новых технологий, это связка БПЛА и артиллерия, которая очень блестяще отработана на Донбассе и народной милиции и ВСУ, для вооруженных сил России оказалось ноу-хау. И ничего этого не было. У нас, у добровольцев были коптеры, но в недостаточном количестве. Со связью у всех были проблемы. И на тот момент нам это решение было понятным, потому что бои тяжелые, потери понесли колоссальные и оно выглядело логичным. Вот, в отличие от Харьковской катастрофы, которая была катастрофой. У нас выбор-то невелик, мы можем либо победить, либо проиграть. В мирные соглашения, тактические может быть, но в том, что замерить эту ситуацию, когда по сути мы пришли в конфликт на уничтожение, то есть или мы их или они нас. У меня в википедию добавили цитату, где я говорю, что мы победим все равно, мы уничтожим миллион, два, три, пять миллионов украинцев уничтожим, но победим. И они это прям большой цитатой. И это не от моей кровожадности, это просто факт. Нам все, нам придется или победить, или проиграть. А проиграть это деколонизация России, расчленение и грабеж. С удесятеренной скоростью. Обнищание населения, вымирание его, камеры коренного населения, его замещение различными этническими группами мигрантов и освобождение планеты от русского народа. Я так это называю. Задача стоит так. Ваша оценка ВСУ? Вторая армия мира. Ну или третья, не знаю. Одна из сильнейших армий мира, построенная на хорошем чешском материале. Это те же русские люди. Русские воюют хорошо, они смелые. То есть это те же самые люди, ничем от нас не отличающиеся, просто зараженные бациллой антирусскости, перепрошитые под какую-то идею мифическую совершенно. И не знаю, нам же и ужиться надо будет потом, после нашей победы. Не вырезать их же, не геноцидить. Придется перевоспитывать кого-то через лагеря. Протаскивать там. Пионерски. Пионерски. Кого-то убеждать там не только словом, но и, значит, действием. Кого-то переобразовывать до умных людей, просто переключать и разъяснять свою позицию. Правда-то за нами, поэтому все равно это придется делать. Но для этого нужно победить для начала. Победить любой ценой. Это уничтожить столько людей, сколько нужно. Взаимная ненависть. То есть исчезнет либо Украина, либо Россия. Никакой там северной и южной России или Украины. Не получится, нет. Либо Россия исчезнет, либо Украина исчезнет. Сосуществовать не получится. И нам при этом, убивая врагов спокойно, нужно еще сохранять свое лицо и понимать, что мы это делаем вынужденно. Не потому что мы там ненавидим их, а потому что нам нужно. Потому что они ненавидят нас и убивают нас. Нам нужно дать отпор. И это, в общем-то, залог сохранения государственности и русского народа в целом, как общности. Потому что целью этой войны является именно истребление русского народа. Вынести его за скобки, чтобы установить свою власть над миром. Власть зеленой бумажки или цифровой зеленой бумажки. Мы говорим, нет. Мы говорим, что миром будет править меч. Только меч. Потому что только сила и власть меча, она отдаст народам справедливость. Власть меча. Мы, русские, устанавливаем власть меча. Русского меча. И выиграем эту войну. А после этого, собственно, врагов-то не останется. Дальше ядерный щит, дальше НАТО. Сунется НАТО. Мы, значит, им ядерный пепел устроим. Русский народ заслуживает счастья. Хотя бы 3-4 поколения нормально пожить, восстановить свою численность. Восстановить свою молодость. То есть мы должны стать молодым народом. Где в семьях по 3-4-5-8 детей. Которые смеются. Которые играют. Которые растут. Которые играют в войнушку. Которые воспитываются соответствующим образом. И за это и воюем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова